И куда это мы собрались, Иркутагин? Ну как? Все, на завод устроился. Извините меня. Деньги на донат нужны. Да не сытый ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня авангард и могучие пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, заводик подождет. Оу май, заводик подождет. Оу май, заводик подождет. И вот, наконец-то, Ракутагин взял Грандмастера на РМ 3.0. И вообще-то взял бы я его давно, если бы искались игры. И не было бы многочисленных багов с вылетом во время поиска. Впрочем, многие из вас и так курси. Те, кто посещал стримы. И, наверное, некоторые из вас спросят, Ракутагин, ну и что? Как это? Отвечу честно, никак. И на то, друзья, есть масса причин. Кстати, братуха, а как там сейчас поиск работает? Просто я последнюю неделю не заходил. О, капитан, очевидность, что касается поиска, ну, будем честны, ситуация стала все-таки лучше. Понимаете, дорогие зрители, как, наверное, многие из вас помнят, недавно с Рэмом было все совсем плохо. Он серьезно болел. В самом начале я стремительно долетел до Платины, и вот-вот уже переходик на алмаз виднеется. Он рядом, рукой подать. Но игра говорит мне. Ахуй там. Постоянный вылет из полигона с надписью «Обнаружена задержка в развитии у одного из игроков». Комната закрыта. Вы не можете присоединиться к закрытой комнате. Автоматическая смена канала. В общем, работоспособность на уровне «Обнять и плакать». Наши уважаемые разработчики и администрация фиксили это несколькими патчами. Но ВОЗ оставался там же. И только буквально на днях наконец-то вышел патч, который пусть и не полностью, но более-менее починил этот самый поиск РМ-3.0. Ясно, понятно. А что там по балансу сейчас? А вот здесь, капитан Очевидность, все печальней просто некуда. Да, друзья, я не знаю почему, но баланс работает ныне самым странным образом. Я такого не видел никогда. Ни на РМ-1.0, ни на РМ-2.0 и только РМ-3.0 действительно в этом плане смог меня удивить. А выглядит это так. Если вы запускаетесь соло или с одним двумя напарниками-друзьями, то против вас в большинстве случаев будет играть скобка клана. И как назло, почти наверняка клан этот плюс-минус в основном имеет играть. Если же, друзья, вы собираете свой могучий стак из пяти человек, причем именно из пяти, не четырех, не трех, а из пяти, запускайтесь на РМ и против вас в большинстве случаев, хрен знает каким макаром, будут рандомы. Среди которых будет какая-нибудь не самая сильная скобочка. В итоге, если вы запускаетесь соло или с одним-двумя напарниками, вас в большинстве случаев пинают. Если же вы запускаетесь скобочкой, то пинайте вы, не испытывая практически никакого сопротивления за редким случаем. Порой ваша игровая сессия на РМ-3.0 при условии, что вы играете с окланами, может проходить так. Вы запускаетесь, против вас онли рандомы, 4.0 вы их пинаете, бедолаги вообще, по-моему, там непонятно, с бронзы, с дерева, камня, откуда они. Это при том, что я-то играл на мастере последние дни. И вот на этом счёте 4.0 пацаны просто сдаются, ну потому что действительно и вам неинтересно, и им так явно точно неинтересно. А ну? Да, ошибкой конечно это было. Как думаешь, они могут РМ-2.0 вернуть? Капитан очевидность, ну, это эти сравнения РМ-2.0, РМ-3.0, знаешь, то ли лучше РМ-3.0, то ли нет он фигня, верните РМ-2.0, он был нормальным, а это говно. Эти рассуждения, друзья, они в корне не верны. Не может быть РМ-2.0 лучше РМ-3.0. Многие скажут, как-то было лучше. Да, чисто технически плюс-минус всё было настроено, и поэтому было лучше. Извините, но вам разве не надоел РМ-2.0 за эти годы? Да, конечно надоело, если вернуть РМ-2.0, то я думаю, ещё большее количество игроков в Warface играть перестанет. Главная проблема РМ-3.0, что он очень сырой. Поиск, баланс. И плюс к этому полное отсутствие мотивации чего-либо добиваться. Потому что, во-первых, это очень долго, это как-то нудно, и при этом это легко. И нет какой-то глобальной цели на данный момент. Нашидки за новый РМ не дают, уникальные награды не даются, что ты можешь это накопить рейтинговую валюту, и потом с помощью неё купить какие-нибудь скинсы в рейтинговом магазине. Я вот купил себе этого инженера-подрывника. Причём, я-то человек, который играет в эту игру девятый год, и я прекрасно понимаю, что через полгода этот скин будет в магазине. Вот увидите. Даже в профиле твоего персонажа не показано, на какой-то лиге, где ты вообще находишься, хотя бы дивизион. Нет, это отсутствует. Сама идея продвижения по лигам и идея дивизионов, она классная, спору просто нет. Особенно, если ты играешь соло. Потому что идти в какой-нибудь третьей лиге на вторую, и ты должен одержать там условно 5 побед из 7, но к тебе кидает откровенно слабых игроков, из-за этого у тебя отбирают то, что ты заработал, плюс ещё и лигу отказывают куда-то. Это, я считаю, было совершенно несправедливо. И в этом плане новая система РМ 3.0 намного лучше, намного справедливее и намного интереснее. Но, к сожалению, кроме самой системы прогрессии, нету больше ничего, что я мог бы похвалить. Поиск только последние дни стал работать плюс-минус нормально. Баланса в подборе игроков нет совершенно, я не могу понять, почему не кидает скобки против скобок, хотя они в онлайне, они играют. Просто вот реально, мне кажется, это выглядит так, там, десяток или сотня комнат, где просто стак клана играть против рандомов. Там максимум может быть 1-2 человека находятся в скобочке. Всё! Почему нельзя кланы кидать против кланов, а рандомов против рандомов? Ведь, если поспрашивать знакомых, которые играют с тобой одновременно, вот, например, у нас в клане, у нас получается так. Мы играем стаком, они играют стаком. Матчи идут одновременно. Мы играем пятером против рандомов, и они играют пятером против рандомов. Фантастика, сука! В общем, да, есть над чем поработать. К сожалению, неудачный запуск не только не повысил онлайн в не самое простое летнее время, но ещё больше его обрушил. С другой стороны, может быть, это и было самое время для тестирования, устранения багов, шлифовки и так далее, потому что вот-вот у нас осень. А ведь большинство игроков как раз начинает, втягиваются в игровой процесс осенью. Где-то середина, конец сентября, начало октября. Поэтому хочется сказать вам, дорогие разработчики, вы сейчас вот, пожалуйста, очень хорошо-хорошо постарайтесь, чтобы к тому самому октябрю РМ-3.0 работал как следует, и кроме того, в его покорении был хоть какой-то смысл.